До миллиона рублей в месяц зарабатывают служители Русской Православной Церкви. Эту новость обсуждают в сети последние несколько дней. Доходы православных священников опубликовал портал businessman.ru, ссылаясь на свои источники в РПЦ. Этой темой занималась Виктория Столярова, она сейчас в студии. Вика, о каких суммах идет речь? Дальше. Средняя зарплата священнослужителя, по данным авторов этой статьи, составляет 70 тысяч рублей в месяц. Примерный реестр выглядит так. В столице региона или областном центре, так скажем, рядовой священник может получать до 200 тысяч рублей. Если это начинающий служитель церкви, то его месячный доход будет около 35 тысяч. Но если говорить о Москве, то в каком-либо из центральных храмов доход настоятеля может составить и миллион рублей. Как мы понимаем, разница зарплат зависит от географии, от сана священнослужителя и прихожан, точнее от их пожертвований. Ну, для примера. В провинциальной маленькой обители, то есть в поселковом храме, прихожане – это люди преклонного возраста, как правило, пенсионеры, которые, понятно, жертвуют в храм небольшую сумму денег. Другая картина – если храм расположен в крупном мегаполисе. Там и пожертвования больше, и, как правило, находятся спонсоры, благодаря которым церковь может позволить себе ремонт или даже реконструкцию. Новость о высоких доходах священников бурно обсуждают в сети уже несколько дней, и не остались в стороне и сами служители церкви. И вот, как они отреагировали на приведенные цифры. Что там говорят? Миллион? Обещаю с миллионной зарплаты ежемесячно переводить деньги на строительство кафедрального собора – 990 тысяч рублей. Оставшиеся 10 уже, извините, на носки и бензин оставлю себе. А то, знаете, износился немного. За 10 лет сделал себе в прошлом году роскошный подарок. Купил себе зимние ботинки. Картинок не будет. Я вообще не получаю зарплату. Живу на пенсию, езжу на чужой машине. Дизельное же топливо обязаны оплачивать приходы, куда ездит машина. Сейчас в трудном материальном положении находятся батюшки в сельских местностях. Помогаем всем через кассу взаимопомощи при епархии. В Красноярской епархии нам сегодня рассказали, что оклад священнослужителя определяется решением приходского совета и зависит от суммы пожертвований прихожан и от работы церковной лавки. Оплата трубы, да, священнослужителя и мирянина, который трудится в приходе при том или ином храме, складывается из денежных средств, которые аккумулируются в приходе за счет пожертвований прихожан. Сюда включаются пожертвования на свечи, на, возможно, литературу, если есть иконная лавка. Также в епархии отметили, что есть минимум, который установлен законодательством, то есть там имеется в виду мрот, минимальный размер оплаты труда, который составляет 11 280 рублей. То есть ниже этой суммы священники не получают, заявили в епархии. Пожалуй, тогда до сих пор остается загадкой, откуда у священника деньги, например, на дизайнерские вещи от Гуччи или, к слову, Луи Виттон. Эту нашумевшую историю наверняка помнят многие, когда сложитель церкви в Твери Вячеслав Баскаков на своей страничке в Инстаграм публиковал фотографии дорогих предметов одежды от известных брендов. После шумихи он извинился за это, за свое поведение и скрыл страничку в своем Инстаграме. У меня на этом все. Даша? Да, спасибо, Вика.